Здравствуйте! Это подкаст «Вдохнуть и не дышать» о туберкулезе, подготовленный городским противотуберкулезным диспансером. Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам. Меня зовут Савина Елена, и сегодня вторая часть выпуска «Древнейшая болезнь человечества». Если вы не слушали первую часть, то пропустили историю про бизонов, мумии, разводы и излечения туберкулезом посредством вмешательства монарших особ. Сегодня начнем с XVII века. Среди европейских врачей, исследовавших туберкулез, можно выделить Франциска Сильвия XVII век и Ричарда Мортона за 162 года до Роберта Коха, предположившего, что причиной туберкулеза был некоторый тип микроскопических живых существ, которые в состоянии выжить в новом теле. Также хочется упомянуть Ренет Теофиля Геоцинта Лаенека, жившего в конце XVIII – начале XIX веков французского врача и анатома, основоположника клиника анатомической диагностики, изобретателя стетоскопа. Врачи XVIII – первой половины XIX веков видели причину различных болезней, в том числе и чахотки, в неумеренности и сильных страстях. В медицине тогда господствовала теория гуморов, которая объясняла здоровье и болезнь балансом четырех телесных жидкостей – крови, флегмы, желчи и черной желчи, влиявших на телосложение, темперамент и склонность к тем или иным занятиям. Также чахотку влекли за собой сидячий образ жизни и глубокомысленные упражнения ума. Считалось, что беспрестанное прилежание в немногие месяцы часто разрушало наилучшее телосложение. Чахотка, столь часто у ученых случающейся, происходит от сагбенного и беспрестанно сидячего положения тела. В 1865 году французский морской врач Жан-Антуан Демен экспериментально доказал, что туберкулез – заразная вирулентная болезнь, описав, как после распространения эпидемии на корабле вследствие наличия одного больного туберкулезом он для доказательства инфекционной природы заболевания собирал мокроту больных и пропитывал ею подстилку для морских свинок. Свинки заболевали туберкулезом и умирали от него. Облик в тезиатрии преобразовала деятельность Роберта Коха, открывшего возбудителя туберкулеза, и его доклад 24 марта 1882 года. «Пока имеются на свете трущобы, куда не проникает луч солнца, чахотка и дальше будет существовать. Солнечные лучи – смерть для бацилл туберкулеза. Я предпринял свои исследования в интересах людей. Ради этого я трудился. Надеюсь, что мои труды помогут врачам повести планомерную борьбу с этим страшным бичом человечества». В 1882 году в Германии Роберт Кох после 17 лет работы в лаборатории открыл возбудителя туберкулеза, названного в честь первооткрывателя бациллы Коха. Он обнаружил возбудителя при микроскопическом исследовании мокротом больного туберкулеза. Впоследствии Кох выделил чистую культуру возбудителя и вызвал ею туберкулез у подопытных животных. В настоящее время фтизиатры пользуются термином микобактерия туберкулеза. Россия. Свящевые формы туберкулезных лимфоденитов на Руси лечили прижиганием. Именно такому лечению подвергся великий князь Святослав Ярославович в 1071 году. Затем был описан туберкулез сухотка у Василия II темного. В русских лечебниках второй половины 17 века туберкулез называется болезнью сухотной, сухоткой, скорбью чахотной. Развитие научного учения о туберкулезе началось в России в 19 веке. Николай Иванович Пирогов в 1852 году описал гигантские клетки в туберкулезном очаге. Больших успехов добился Сергей Петрович Боткин, в частности успешно лечивший императрицу Марию Александровну, жену императора Александра II. Климат и лечение туберкулеза в Крыму, существовавший еще в Средневековье, во многом благодаря Боткину получила научные обоснования. За тысячелетия туберкулез оказал влияние на жизнь, быт, культуру человека, был болезнью модной, был болезнью убивавшей без разбора нищих и королей. После открытия Коха начался период поиска лекарства и методов профилактики. Французский микробиолог Альбер Кальмет и ветеринар Камиль Герен в 1921 году разработали первую и до сих пор используемую вакцину от туберкулеза. Действенная и входящая в приювочный календарь в нашей стране БЦЖ первая вакцина, которую ставят новорожденные. Туберкулез очень опасен именно для детей с их неразвитым иммунитетом. Развивается у детей он стремительно, вакцина уберегает как от заболевания, так и от тяжелых последствий, если все-таки ребенок заболел. В 1943 году обнаружен стриптомицин, первый антибиотик, оказавшийся активным против туберкулеза. Открытие совершил Зельман Ваксман. После нескольких лет тестирования и доработки в 1946 году стриптомицин начинает широко использоваться для борьбы с туберкулезом. В 1952 году ученому за открытие стриптомицина вручили Нобелевскую премию. Сегодня туберкулез – полностью излечимое заболевание. Тем не менее он продолжает угрожать человечеству и нуждается в контроле и развитии новых методов работы в тезиатрических службах. Подкаст подготовлен на основе материала, предоставленного врачом-тезиатром высшей категории, заведующей диспансерным отделением городского противотуберкулезного диспансера Горбановой Надеждой Васильевной и главного врача городского противотуберкулезного диспансера, главного внештатного афтезиатра Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, доктора медицинских наук, профессора Пантелеева Александра Михайловича. В описании подкаста мы оставили адрес электронной почты. Если у вас есть вопросы по туберкулезу, напишите нам.